Божьи слова на каждый день Развращение человека сатаной главным образом проявляется в пяти аспектах. Эти пять аспектов являются пятью направлениями, действуя по которым сатана развращает человека. Первым из таких аспектов, как мы уже упомянули, является знание. Поэтому давайте возьмем знание в качестве первой темы нашего общения. Сатана использует знание в качестве приманки. Внимательно послушайте. Это лишь один из видов приманки. Людей побуждают упорно заниматься и совершенствоваться день ото дня, чтобы вооружиться знаниями как оружием, а затем использовать знание, чтобы открыть путь к науке. Другими словами, чем больше знаний ты обретаешь, тем больше ты поймешь. Все эти вещи людям сообщает сатана. Сатана также говорит людям, что надо воспитывать возвышенные идеалы. И в то время как люди усваивают различные знания, сатана сообщает им о том, что надо иметь амбиции и идеалы. Без ведома людей сатана подкидывает им такого рода идеи, вынуждая людей неосознанно ощущать, что такого рода вещи правильные и полезные. Сами того не осознавая, люди идут по этому пути, невольно ведомые своими собственными идеалами и амбициями. Шаг за шагом люди, сами того не желая, усваивают знания, преподанные сатаной, усваивают мировоззрение великих или знаменитых людей и принимают все эти идеи. Люди также усваивают урок за уроком на примере деяний тех, кого люди считают героями. Возможно, вы знаете некоторые из таких деяний, подобных героев, которые сатана рекомендует для человека. Это то, что сатана хотел бы постепенно привить человеку. Что сатана прививает человеку? Человек должен быть патриотом, быть преданным своему народу, быть героем. Что человек узнает из некоторых исторических сюжетов или же из некоторых биографий героических личностей? Человек узнает из них о чувстве личной преданности или о том, как сделать все для приятеля или для друга. В рамках такого знания, подсказанного сатаной, человек невольно усваивает множество вещей, учится многим непозитивным вещам. На фоне такой неосознанности семена, подготовленные для людей сатаной, сеются в незрелые умы людей. Семена эти дают им ощущение того, что они должны стать великими людьми, должны быть знаменитыми, должны быть героями, быть патриотами, быть людьми, любящими свои семьи, или должны быть людьми, которые сделают все для друга, людьми с чувством личной преданности. Соблазненные сатаной, они неосознанно идут по уготованному им пути. В процессе следования по этому пути они вынуждены принимать правила жизни, подготовленные сатаной. Невольно и совершенно не сознавая этого, они создают свои собственные правила жизни, в то время как все это не более чем сатанинские правила, насильно внушенные людям. В процессе учебы сатана побуждает людей вынашивать свои собственные цели, определяет свои собственные цели жизни, правила жизни и направления в жизни, тем временем внушая им угодные сатане вещи, используя для этого сюжеты, биографии, привлекая всевозможные средства, с тем, чтобы люди мало-помалу попадались на приманку. В результате люди разрабатывают свои собственные хобби и устремления в курсе своего обучения. Некоторые начинают любить литературу, другим приходится по нраву экономика, кое-кому нравится астрономия или география. Затем есть некоторые, кому по нраву приходится политика, другим нравится физика или химия, есть даже такие, кому нравится теология. Все это части общего знания, и всем вам придется сталкиваться с ними. В своем сердце каждый из вас знает, как обстоят дела со всеми этими вещами. Каждый из вас ранее уже сталкивался с ними. Что касается этих видов знаний, можно говорить бесконечно о том или ином виде знаний. Поэтому ясно, насколько глубоко это знание проникло в разум человека, видно то место, которое занимает такое знание в умах людей, и насколько глубоко воздействие этого знания на человека. Как только кому-нибудь начинает нравиться какая-либо грань знания, когда в своем сердце какой-нибудь человек сильно влюбляется в то или иное знание, тогда такие люди невольно создают идеалы. Некоторые хотят стать авторами, другие желают стать писателями, некоторые стремятся сделать карьеру в политике, а кто-то хочет заниматься экономикой и стать бизнесменом. Затем есть еще группа людей, которые хотят стать героями, стать великими или знаменитыми. Вне зависимости от того, какой личностью хочет быть тот или иной человек, цели таких людей заключаются в том, чтобы применить данный метод усвоения знаний и использовать его для достижения своих целей, чтобы реализовать свои собственные желания, притворить в жизнь свои собственные идеалы. Вне зависимости от того, насколько хорошо это звучит, люди желают достичь исполнения своей мечты, чтобы не прожить понапрасну свою жизнь. Или же они хотят заниматься своей карьерой, они лереют свои возвышенные идеалы и амбиции. Но в сущности, для чего это все? Думали ли вы об этом раньше? Почему сатана хочет сделать это? В чем состоит его цель, когда он прививает все эти вещи в людях? В ваших сердцах должна быть ясность по этому вопросу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok